Здравствуйте, уважаемые друзья! В этом видео я хочу вам рассказать, сколько лет может расти пеларгония. Темой этого видео послужил один из комментариев к моему видео, где я показывала первый этап подготовки пеларгонии к весне. Моим пеларгониам в основном, друзья, от года и до пяти лет. Сейчас я вам показываю те, которым по пять лет. На моем канале уже много о них было видео. Вот так выглядит грушенька, которой пять лет. Смотрите, сколько там побегов. Видно уже по стволам, что она такая. Вот так выглядит Волт Голд. Он тоже уже не молодой. Сейчас поверну и вы увидите. Вот видите, какие здесь стволы. Вот это один из стелларов. Он начинает уже зацветать. И тоже посмотрите на стволы. По стволам видно, что это не молодые кусты. Так вот, я сейчас вам хочу показать на конкретном примере, как я добиваюсь того, чтобы мои пеларгонии имели не вот такой вид. А эта грушенька, ей даже еще и нет года. Но она меня не удовлетворяет. Хочется попышнее куста. И этого я, конечно, добьюсь. А сейчас я покажу вам на примере вот этой пеларгонии. Это у меня Аденсио симфония. Этому кусту три года. Давайте заглянем внутрь. Видите, сколько здесь боковых побегов. Это один куст. И видите, сколько стволов наросло. Вот если вы этого добьетесь, тогда у вас будут вот такие шикарные кусты. И не нужно будет их обновлять каждый год. Что будем делать с этим кустом? Смотрите, эта ветка выбилась из куста основного и тянется в сторону. Она забирает все питательные вещества. Видите, какие здесь большие листья. А здесь мелкие листья. И поэтому эту ветку я буду не прищипывать, а срезать. И срезать буду, посмотрите, вот до этого побега, который появился здесь. Вот видите, в пазулах. Вот я сейчас его срежу, и вы увидите, как тут же поменяется вид пеларгонии. Вот видите, какой получился кустик. Шикарный. Однако этого мало. Сейчас, не жалея, каждый побег, который достиг 10 сантиметров, я буду точно также дальше обрезать и объяснять вам, почему. Вот этот побег очень длинный. Я его буду срезать вот здесь, вот над этим листиком. Оставлю всего лишь сантиметров 4. Старайтесь срезать так, чтобы от листика оставалось ну полсантиметра, не больше. После этого вот эти маленькие побеги, а их очень много, нужно сформировать. Я уже их обрезать не буду, а просто прищипну кругом верхушечки. В результате, после такой прищипки, кругом пойдут боковые побеги, и причем в большом количестве. Не бойтесь стричь свои пеларгонии. Вы будете иметь вот такие шикарные кусты, а затем в процессе обильное неповторимое цветение. Надеюсь, я смогла ответить на вопрос, почему я пеларгонии свои после обрезки весной старые не выбрасываю, а формирую дальше. Друзья, благодарю всех за то, что вы заходите на мой канал. Стараюсь всегда делиться самым важным и необходимым для вас. Если еще есть вопросы, пишите обязательно. Отвечу и покажу, как я ухаживаю за своими девочками. Всем крепкого здоровья. До следующих встреч. Пока-пока.